В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В Развилковской амбулатории состоялся выездной прием детских врачей. Мы даже не записывались. Мы сказали педиатру, что нам нужно пройти двух врачей. Оно у нас сразу записало. В Доме культуры провели открытый урок по художественной гимнастике для солнечных детей. Спорт, он действительно должен быть доступен для каждого. В музей-заповеднике Горки-Ленинске открылась новая художественная экспозиция. Сегодня мы открываем выставку. Открываем ее необычно. 25 ноября мобильная бригада детских врачей Видновской районной клинической больницы провела прием в Развилковской амбулатории. Записаться на него нужно было заранее у участкового педиатра. Выездные бригады детских узких специалистов приезжают в амбулаторию поселка Развилка один раз в месяц. График составлен на год. Население всегда информирует о точной дате приема врачей. Попасть можно, записавшись к педиатру. Педиатр уже смотрит либо по показаниям, у человека есть какие-то проблемы, либо ребенок подходит под профосмотры по возрасту. В составе мобильной бригады хирург, ортопед, невролог, офтальмолог, врач ультразвуковой диагностики. Специалист УЗИ для маленьких деток, которым нужны скрининговые обследования разных возрастов от месяца до 6 лет и старше. Светлана пришла на прием со своей 8-месячной дочкой. Ребенку необходимо сделать УЗИ и пройти плановое обследование у невролога. Молодая мама очень довольна организацией таких медосмотров. И особенно тем, что качественную медицинскую помощь можно получить в шаговой доступности. Мы даже не записывались. Мы сказали педиатру, что нам нужно пройти двух врачей. Она у нас сразу записала. Стоит отметить, что выездные медосмотры пока ведут только детские врачи. Прием взрослого населения временно приостановлен. В связи с тем, что в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки специалисты задействованы в работе с ковид-положительными пациентами в Видновской больнице. Ежедневно увеличивается было до 1300, сейчас на настоящее время уже 1600. Детские мобильные бригады для проведения профилактических осмотров детского населения мы оставили. В Развилковской амбулатории в день приезда детских специалистов продолжается и прием взрослого населения. Его переносят на вторую половину дня. Следующая выездная бригада детских врачей приедет в Развилку 30 декабря. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Доме культуры города Видное состоялся открытый урок по художественной гимнастике. В нем приняли участие девочки с особенностями развития. Такие занятия будут проводиться на регулярной основе, чтобы сделать спорт доступным каждому ребенку. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. Социально ориентированный бизнес стал трендом настоящего времени. В спортивном клубе художественной гимнастики «Ступени» с октября проводятся бесплатные занятия для девочек с синдромом Дауна. Причем занимаются они вместе с обычными воспитанницами, что попадает в систему инклюзивного образования. Спорт, он действительно должен быть доступен для каждого. Не только для здоровых детей, не только для детей, которые хотят добиться высоких спортивных результатов, но и для тех, которые хотят прийти просто заниматься даже для здоровья пару раз в неделю. У нас есть группы абсолютно разной направленности для любых категорий людей, которые хотят прийти и найти себя именно в спорте. Девочки с особенностями развития наравне с остальными участвуют в занятиях. Конечно, не все элементы получается выполнить сразу, но даже за месяц тренировок уже заметное улучшение результатов. Художественная гимнастика позволяет укрепить физическое состояние здоровья и воспитывает в детях дисциплину. На первом этапе общеразвивающие упражнения идут для детей. Ну и, конечно, с элементами художественной гимнастики. Мы используем обязательно мячи, обручи, для девочек скакалочки. Это очень хорошо развивает и умственные способности ребенка, и физические данные. Татьяна Стовба по образованию медицинский психолог. Недавно она выучилась на тренера адаптивной физкультуры и уже второй месяц занимается в клубе с особенными девочками. Разговаривая с директором клуба, разговаривая с нашим тренером, со Светланой Юрьевной, они узнали, что у меня такая дочь, солнечная, Вероника, предложили вот такой вот вариант рассмотреть, вариант открытия, скажем так, группы для таких детей. Руководство клуба приглашает на тренировки детей с особенностями развития по субботам в Доме культуры города Видное. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Легко ли быть мамой? А мамой шестерых детей. В преддверии Дня матери, который отмечают в России в последнее воскресенье ноября, мы задали этот вопрос нашей землячке, многодетной маме Юлии Охотиной. Подробнее расскажем в нашем следующем сюжете. Обычный день многодетной мамы Юлии Охотиной начинается в 7 утра. У нее шестеро детей, самой старшей дочке Маше 27, самому младшему сыну Якову полтора года. А еще есть 14-летней Паши, 9-летняя Алиса, 7-летняя Аня и 3-летняя Марта. Всех надо накормить, собрать и развести по школам и садикам. Многодетная мама Юлия мечтала стать с детства. У меня была только мама, и мне всегда так было одиноко. И всегда я завидовала, у кого есть братья, сестры, особенно братья старшие. Ну вот, мне хотелось большую семью. По профессии Юлия художник успела поработать и фотографом, и оператором на телевидении. Сейчас вот уже 12 лет в декрете. Вот, кстати, вот уже последние лет 10 точно я не стремлюсь ни к какому такому карьерному росту. Мне как-то хочется посмотреть, какие у меня дети вырастут. Ну вот, пока я вижу результаты, конечно. Вот старшие дети у меня 27 и 14. Вот мне, пока мне все устраивает. Хоть дел хватает и дома, Юлия активно участвует в волонтерской деятельности. Вместе с членами общественной организации многодетных семей «Наше будущее» она помогает другим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. А также третий год участвует в неделе «Доброты и щедрости». Многодетной семье вообще всегда надо помогать, потому что не бывает такого, что у них все хорошо. У них бывают сложности с одеждой, с продуктами. Находит Юлия время и для творчества. Вместе с дочками они шьют, вяжут, рисуют, участвуют в мастер-классах. Говорит, хоть быть многодетной мамой и нелегко, но она счастлива. Вообще не жалею ни одной секундочки. Даже когда очень тяжело, очень когда тяжело, когда все кричат, когда все болеют особенно. Дети – это не то, что было, а то, что будет. Несмотря на то, что Юлия уже бабушка, ее старшая дочка недавно подарила ей внука, она не исключает, что, возможно, в ближайшее время может снова стать мамой. Единственное, что огорчает – квартирный вопрос. В небольшой трехкомнатной квартире сейчас живет 9 человек. Как многодетная мама, она стоит в очереди на получение земельного участка и мечтает, что вскоре у ее большой семьи появится и большой дом, где всем хватит места. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. В музее-заповеднике Горки и Ленинске открылась новая художественная экспозиция. Картины приехали из поселка Рамонь Воронежской области, где находится потрясающий по красоте дворцовый комплекс. Несмотря на то, что сейчас музейные экспозиции временно закрыты для посещения, руководство музея-заповедника нашло выход из ситуации, чтобы все же провести открытие. На нем побывал Максим Козлов. Сегодня мы открываем выставку. Открываем ее необычно в соблюдении всех ограничений, поэтому, к сожалению, не в оффлайне, а в онлайне. Смартфон в режиме трансляции, маски и всего несколько сотрудников. Наверное, это было самое необычное открытие экспозиции, но зато попасть на него мог любой желающий и совершенно бесплатно. Мы не стали отменять выставку, которая должна была состояться именно в эти даты, но в реальном пространстве, в оффлайн-режиме мы решили ее провести все-таки онлайн. На выставке представлено более 30 картин, авторами которых являются именитые художники из России и Европы. На полотнах представлены виды дворцового комплекса «Альденбургских». Он находится в поселке Рамонь Воронежской области. В 2017 году у нас прошел международный академический пленэр, который собрал вокруг себя художников. Все художники, они являются членами Академии художеств России. И тема была очень простая. Рамонь, ее окрестности, люди, которые проживали в Рамоне, в дворцовом комплексе. Дворцовый комплекс был построен во второй половине 19 века, когда хозяйкой поместья Рамонь стала принцесса Евгения Максимовна Ольденбургская, внучка императора Николая Первого. Одна из целей выставки – рассказать жителям Москвы и Подмосковья об уникальном музейном комплексе в Воронежской области. Мы идем не от экспозиции, мы идем от людей, которых мы хотим представить. И мы идем от истории, которую мы хотим рассказать. И уже на эту историю работает экспозиция. Идея провести такую выставку появилась после того, как представители музея-заповедника Горки-Ленинские посетили несколько объектов историко-культурного наследия Воронежской области, один из которых – дворцовый комплекс Альденбургских. В период пандемии мы еще больше почувствовали уникальность собственной страны. Это даже не потому, что некуда поехать. В нашей стране много куда можно поехать. И вот, наверное, одно из направлений – это должна быть Воронежская область. И, безусловно, посетить дворцовый комплекс Альденбургских я бы рекомендовал каждому. Это уникальное место. И тем самым мы помогаем своим коллегам, ну и популяризируем собственный музей-заповедник. Посетить виртуальную экскурсию по выставке можно на страницах музея-заповедника Горки-Ленинские в социальных сетях. В рамках сотрудничества планируется организация встречной экспозиции в Воронежской области. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.